Наша война с обезумевшими орками вскрыла такой пласт ранее неведомой информации, что экспертам и теоретикам военного дела хватит на десятилетия. Огромное количество мифов о второй армии мира, непобедимой и легендарной, слиты в дырки уличных сортиров на рассеи. И в то же время сейчас рождаются легенды об украинских войнах, основанные на реальных событиях, а не высосанные из редакции газеты «Звезда». За два месяца войны четко читается современный рисунок боя армии Украины и архаичная мазня армии орков , и это при реальном превосходстве орков на сегодняшний день во всем – в живой силе, артиллерии, авиации, не говоря уже о ракетном вооружении. Разница между армией света и армией тьмы проявляется во всем – и в структуре, и в поведении воинов и орков. Наши воины танцуют в этой войне древний казацкий танец «Герць», но на новом, смертельном для орков уровне. Структура армии зла – классическая наступательная, захватническая. Состав своей армии Россия считает БТГР – батальонными тактическими группами. Это сравнительно новая структура, которая появилась после Второй Чеченской войны и с тех пор развивалась в армии тьмы. Если перевести термин «БТГР» на язык боевого устава времен СССР, то это мотострелковый или танковый батальон, с приданными для усиления подразделениями других видов вооруженных сил – разведывательных, зенитных, инженерных, артиллерийских и других. Создание БТГР для войны было вызвано проблемами смежников. То есть, когда мотострелковому батальону нужна была артиллерийская поддержка, надо было выйти на свое командование, то выходило на командование арты, а это все время и искажение передачи информации. Поэтому на время ведения боевых наступательных операций армия орков насоздавала БТГР. Использование БТГР на поле боя должно увеличивать эффективность совместного использования подразделений различных видов войск и позволяет обеспечить необходимый уровень тактической гибкости. Численность БТГР в зависимости от базового батальона и приданных сил колеблется от 800 до 1200 орков, иногда доходит до 1700. Учитывая наступательный характер формирований орков у наших границ перед войной, орки имели 120 БТГР, общей численностью от 140 до 180 тысяч голов. Но БТГР – это все равно временные структуры, созданные на базе батальонов из самых различных частей вооруженных сил орков, созданные для Блицкрига, как они надеялись. И в этом их уязвимость, структура управления всем этим разнородным воинством не отлажена, а поэтому была просто закреплена жесткая вертикаль подчиненности. С инициативой у орков и так всегда было очень плохо, и всегда инициатива была наказуема. А в условиях непривычного подчинения и нового командования инициатива у командиров орков была отбита начисто. Да и зачем им инициатива, если орки истинно верили, что едут не воевать, а на парад на Крещатик. Кроме того, БТГР – чисто наступательная структура. В оборону они просто не могут. По своей базовой структуре это броня для прорыва и арта для поддержки брони и огневых валов. У них даже противотанковых средств практически нет, потому что предполагалось, что главное средство поражения танков противника – свой танк. И с разведкой и локацией у орков совсем не получилось. Только зашли в Украину, им всем выключили GPS и мобильную связь. Именно поэтому орки начали сразу отбирать телефоны у мирных граждан. К тому же у них карты 90-х годов, по которым они искали улицы Ленина часами. Структура ВСУ с началом войны не изменилась – бригады. Причем все бригады имеют огромный опыт в обороне. За восемь лет войны, пусть со скрипом, но состоялся переход на командование бойцами при выполнении поставленных задач даже не офицерами, а сержантами. То есть в этой войне в ВСУ сержанты обладают намного больше инициативой и свободой действий, чем старшие офицеры у орков. Подразделения ВСУ, Нацгвардии, ТРО, Добробатов под Киевом были насыщены переносными противотанковыми средствами. Жесткая вертикаль командования без приказа «не рыпайся» просто отсутствовала. Подразделениям нарезалась зона ответственности и задачи. Все. Дальше, что и как делать, принимали решения младшие офицеры и сержанты. Иногда это приводило просто к казацкой вольнице в лесах Киевской области, иногда к дружественному огню победобесов и подрывам на своих же минах. Но главная задача выполнялась – орки уничтожались сотнями в день, без какой-либо сплошной линии обороны, мобильными группами, группами разведки и, главное, артой. Значение нашей арты за два месяца войны подавляющее и определяющее. Основное поражение броне орков под Киевом нанесла наша арта. Когда придет время, напишу про работу арты в битве за Киев. Колонны размалывались просто в хлам. А точность арты определялась мастерством наших и повсеместным применением дронов. И в большинстве случаев даже не специальных военных или легендарных TB2 – простых коммерческих дронов. Насыщенность коммерческими дронами сейчас у наших бойцов просто поражает воображение. Дроны – это как раз те глаза, которые постоянно следят за орками. Дроны есть не то, что в каждой роте, в каждом взводе. Да, это обыкновенные коммерческие дроны, некоторые, совсем немного, с тепловизионной камерой разных размеров и разных фирм. Но их значение в этой войне трудно переоценить. Сбить дрон не так-то просто, а станции РЭП у орков есть далеко не везде. Больше половины потерь дронов приходится на ошибки операторов, потому что даже без препятствий научиться летать не так-то просто. Знаю это не по слухам, есть личный опыт. Дроны нашим поставляют волонтеры. Поток дронов не уменьшается и потребность в них также стабильна. Знаю это, что называется, из первых рук. И, конечно же, надо дать должное нашим генералам. Я не знаю, что побудило я не лоха снять хымчика. Кстати, где он? Как десал? Десал-то, как войска разводил, альху зарубил. И назначить генерала залужного. Но, несомненно, это был правильный, очень полезный для Украины поступок. Стиль командования наших генералов – разумная и своевременная передача необходимых полномочий вниз. А войска рисуют картину современной войны армией 21 века. А когда ЗСУ получат новые наступательные современные тяжелые транклюкаторы, демилитаризация и деноцификация России пойдет просто ускоренными ударными темпами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok